на портал газет поступил вопрос как понять что ты избавилась от гордыни вот так и понять что ты осознал себя гордым человеком и это проявление гордости видишь ну реально видишь не то что это придумаешь мечтаешь а реально видишь в свое проявление своей жизни своих поступках там помыслах действиях так далее вот это ты уже встал на путь избавления от гордыни ты ее проявление видишь ты поставил себе диагноз ты с ней можешь бороться конечно с любым грехом человек борется только с божьей помощью и вот человек смиренный а это вопротом против по наш гордыни от смирения естественно вот всех смиренный он понимает что он сам со своими грехами не может справиться только с божьей помощью то есть там конечно необходимо все те наши аскетическое упражнение молитвы пеки покаянные действия танец тыс прежде всего но так сказать и вот это мы понимаем что это без этого без того что мы камень перед богом мы сами не справимся иногда кстати люди и исповедуются и причащаются и молятся а все равно под вот этой формой внешней у них все равно такой найти а вот я сейчас напрягусь и все будет хорошо вот человек знаете как святые отцы говорят чем ты быстрее поймешь что ты сам ничего не можешь он сам по себе без бога тем быстрее будет продвижение вперед пока мы по-настоящему это не осознаем а вот будем гордиться что мы вот такие на эти даже может быть честивые и так далее вот у нас с вами не будет избавления от гордости когда вот господь пускает чтобы смирить человек пускать всякие мои скорби и грехи даже грехи какие-то вот но чтобы вот человек осознал что не он тут главный а бог иногда человек борясь грехом падает в уныние как 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 я вроде все делаю как а так а так ты все делаешь а с гордостью борешься ты сидел лишь а смирение стяжаешь если ты грешный человек как ты можешь не грешить поэтому надо смиренно относиться к тому что у тебя грешная природа вот грехом смиря при грехом смиряться нельзя я сказать ну я такой грешный и пусть таким останусь но вот так вот я смиряюсь нет надо по любому бороться но то что ты грешен что и такая природа но это данность который на смиренно нести и смиренно бороться и ждать от христа избавление от греха когда мы бога поставим на первое место борьбе с грехом а потом уже все свои действия хотя без них бог нас конечно греха не спасет потому что она бог у нас без нас не спасает мы должны естественно свою волю проявить к тому чтобы стремиться от искать добру но вот тем не менее поставить бог на первое место вот тогда когда у тебя это сделаешь так же положение именно таком смиренным что ты смиренно ждешь смиренно ждешь от бога когда господь тебя избавит от греха это бог делает а ты смиренно ждешь вот тогда да тогда вот как раз вот ситуация уже ты с гордостью борешься ну и конечно еще скажет там приятно искать батюшка а наконец сбавился от гордыни батюшкам скорее всего ответит ой дорогой мой ты впал в такую лютейшую гордость что уж не знаю как тебе от нее и отсюда теперь и вынуть там великие святые считали себя последним грешниками поэтому лучшее такой показатель что ты борешься с гордостью это то что ты считаешься последним грешником как только у тебя вот это состояние ощущение греховности уходят как раз приходит масса других грехов это я по себе знаю по своим прихожанам и но прежде всего гордость поэтому самое хорошее самый такой такой путь правильный это борясь с грехом в нем каяться и даже бояться что ты вот это чувство греховности потеряешь это бывает страшная вещь которая не так легко лечится духовно вот поэтому вот великий пост это время сугубых трудов сугубого смирения пощения так далее но у людей православных великий пост такое внутреннее ощущение куда особо само светло периодовой жизни почему что они с грехами боролись бог им давал свет поэтому вот это ощущение своей греховности с точки зрения это какой-то нонсенс это такое загоняя загон и загоняниясь в депрессию а осознать что бог есть то практика жизни показывает что тот кто сны кается в своих грехах пред богом а в грехах может только перед богом кается не перед своим собой нет и даже другим хотя можно проще не простить нужно пока снова перед богат кто чекается перед богом тому господь на особо гадать дает радость за то ощущение что что-то светлое в жизни пришло то что бог есть я относиться к аскетике к христианской как кому-то какой-то такой психологическому учению нет там вторая самый главный бог и бог все что нужно дает это с мы когда мы забываем да да мы делаем все эти ошибки а вот это когда мы ставим бога придумывается каемся то бог на все ведет тогда у нас и покаяние есть и радость есть и все есть что нам нужно внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и Продолжение следует...